Здравствуйте дорогие друзья! Мы с вами находимся в студии ручные вещи и сегодня вместе с Ксюшей будем делать розочки из фоамирана. Для работы нам потребуется такой материал как фоамиран. Выглядит он следующим образом. Фоамиран должен быть не очень толстым, иначе наши розочки получатся грубыми и не очень тонким, иначе с ним будет очень сложно работать. Мой фоамиран примерно 1 миллиметр толщиной. Мы будем делать розу красного цвета. Для работы я отрежу полоску фоамирана толщиной примерно 4 сантиметра. Если вы хотите розу побольше размером, полоску можно отрезать шире. Нам с Ксюшей потребуется две полоски. Мы сгибаем полоску так, чтобы у нас получался квадрат. Я делаю несколько сгибов, чтобы толщина была удобной для вырезания. Из этого квадрата мы будем вырезать лепесток. Лепесток я вырезаю максимально большой из возможного квадрата. Лепесток должен быть в форме капельки. Лепестки могут получаться разной формы и разного размера. Ничего страшного в этом нет. Продолжаем. Лепестки мы вырезали. Теперь мы можем сделать крайчик не идеально ровным. Либо воспользовавшись обыкновенными ножницами, либо взяв фигурные ножницы и делать выкрайчик при помощи их. Теперь мы будем делать наши лепесточки более тонкими. Для этого я складываю лепесточек гармошкой и верхушку аккуратненько скручиваю, выгоняя воздух. С лепесточками мы справились. Теперь нам потребуется утюг. Нагреваем наш лепесток на утюге и и пока он теплый, аккуратненько его вытягиваем. Вот что у нас должно получаться. Все лепесточки мы загнули. Для дальнейшей работы нам потребуется клеевой пистолет и наши обрезки фоамирана. Из остатков я буду крутить шарик величиной с горошином. Дальше мне потребуется кусочек с ровным краем. Его я буду наклеивать сверху горошины в виде конуса. Стоит быть очень аккуратной с клеевым пистолетом, потому что клей с фоамираном не счищается. И если вы капните не в то место, эту капельку будет уже не снять. Дальше я буду выбирать лепесточки визуально меньше всех остальных. И буду их приклеивать к нашей заготовке. Клею я по двум точкам. Первый лепесток я приклеиваю напротив петельки. Нужно, чтобы все лепесточки были на одном уровне. Каждый следующий лепесточек я буду приклеивать внахлёст, так чтобы серединка нового лепестка была там, где заканчивается предыдущий. Я планирую делать из нашей розы брошь. Поэтому она не должна быть настолько вытянутая. Сейчас я аккуратненько обрежу излишки. Обрезаю я смело до того места, где наши лепесточки были приклеены. И продолжаю клеить новые лепестки. Субтитры сделал DimaTorzok Наша роза становится больше, и я снова ее обрезаю. Теперь я буду клеить лепестки по трем точкам. Третью точку я буду приклеивать вниз. За счет этого роза будет открываться. Очень важно не зажимать лепесточки. Если вы будете их очень сильно затягивать, роза у вас останется бутончиком. Чем больше вытянуты лепестки, тем более открытая роза у вас получится. Мы собрали розу. Теперь делаем для нее листики. Для листиков я беру фоамиран зеленого цвета. Вырезаю из него прямоугольник. Прямоугольник должен быть такой длины, какой длины вы хотите листья. Нам потребуется два прямоугольника. Их я разрезаю по диагонали. Скругляю широкую часть. И разрезаю напополам острую. А сейчас Ксюша приклеит листики. Чтобы листики были более естественными, их нужно загнуть. Вот таким вот образом. Эту розу можно сделать резинкой, заколкой, прикрепить на ободок. Или просто украсить какую-нибудь рамку для фотографий. Я желаю вам творческих успехов. И приглашаю к нам в студию «Ручные вещи», которая находится в доме быта на Попово-14, 3 этаж. Также здесь вы можете купить материалы для творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова